И еще одна марка заокеанского фастфуда объявила о своем уходе из нашей страны. Это сеть ресторанов KFC. Владеющий правами на данный бренд американский холдинг Yum Brands начал процесс передачи 70 точек и мастер-франшизы российскому партнеру. Как известно, еще раньше аналогичный процесс прошел и в кафе McDonald's, которые превратились во вкусно и точку. Какие последствия это может иметь как для отечественного общепита, так и для потребителей в целом, разбиралась наша съемочная группа. По всей стране скоро исчезнут вывески с названием на три буквы, где предлагают всевозможные блюда из курицы. Это сеть ресторанов американского бренда KFC. Его всероссийские точки скупает ижевская франчайзи-сеть Food Service, которая намерена даже вернуть памятное по нулевым годам название Rostix. Президент региональной ассоциации туризма Ирины Шереметкер считает, что это пойдет только на пользу. Мы сможем вводить свое меню, наше, русское, потому что до недавнего времени я долгое время занимаюсь продвижением русской кухни и наших продуктов, потому что я вижу, что есть для этого основания, есть истории, и вот эти вот крики, что русской кухни нет. На этом фоне некоторые опасаются, что вслед за уходом раскрученного зарубежного бренда может снизиться качество как сервиса, так и самих блюд. Эксперты с этим не согласны. Ведь по факту уходит только вывеска, но не команда. Может произойти ребрендинг, да, но, конечно же, ключевая роль – это в команде. Те люди, которые именно работают в ресторане. Самое главное, чтобы концепт сохранили, и в команде остались профессионалы. Я уже давно работаю с промышленными предприятиями, уже 20 лет в сфере общепита работаю. И мне говорят, просто очевидцы, что у нас в наших объектах питания, в наших сетевых ресторанах гораздо чище, чем в этих ресторанах в той же самой Америке. И еще один повод для скепсиса – возможные изменения в меню. Дескать, вместе с зарубежными брендами уйдут и какие-то блюда, названия и рецептуры которых запатентованы. А значит, возможен отток клиентов, приходивших на конкретную вывеску, на конкретное название бургера. Совсем не факт, что это произойдет, отмечает Владимир Сергеев, приводя в пример тот же Макдональдс. Мы всегда замечали, что у них ротация блюд, появились новые блюда. Поэтому на самом деле это даже в плюс, потому что наверняка шеф-повар, шеф-кондитер, люди, которые непосредственно участвуют в решении и составлении меню, они делают новые блюда, которые становятся также популярными. Таким образом, едва ли случится что-то катастрофическое после исхода западных брендов фастфуда. Это подтверждает и пример с сетью «Вкусная точка». Да и палитра кафе едва ли аскудеет. Просто она станет другой. К старым и новым отечественным сетям добавятся коллеги из других стран. Например, из Сербии и Турции, которые уже заявили об огромном интересе к русскому рынку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...